Привет! Вы на канале ПК Без Проблем. Это пятый выпуск серии выпусков СССР. Сайт Своими Руками. И в этом выпуске мы рассмотрим материалы в системе Joomla. Ведь без материалов сайт не представляет никакой ценности. Именно статьи, материалы, которые находятся на сайте, составляют интерес для читателя интернета. Итак, давайте рассмотрим, как добавить материал в систему Joomla и как наполнить сайт, сделанный на Joomla. Перед вами панель управления системой Joomla. Чтобы создать материал или первую статью для нашего сайта, можно воспользоваться меню быстрого доступа в левой колонке и разделом материалы, нажав кнопку создать материал. Также можно перейти через верхнее меню в раздел материалы, менеджер материалов. Менеджер материалов предназначен для того, чтобы управлять статьями на вашем сайте. Другими словами, материалами вашего сайта. Итак, чтобы создать первый материал или первую статью, необходимо нажать кнопку создать в левом верхнем углу экрана. Нажимаем кнопку создать и переходим на страницу создания материала для сайта, что бросается сразу в глаза. Перед нами текстовый редактор, в котором мы можем как раз и написать нашу статью, а также отредактировать ее, используя быстрые кнопки редактирования и также дополнительные меню, которые позволяют изменять формат, даже делать таблицу, вставлять ссылки и различные другие форматирования текста. Что ж, давайте заполним предложенные поля и сделаем нашу первую статью. Я заготовил текст для статьи. Это текст первого выпуска проекта СССР, в котором мы рассматривали, какой движок выбрать для сайта, как определиться с тематикой сайта. Давайте сейчас сделаем статью для нашего сайта из подготовленного текста. Во-первых, нужен заголовок. Который мы вставляем в поле заголовок. Теперь сам текст. Я копирую текст из текстового редактора и переношу в поле текста. Видим, что все очень просто. Клавишами быстрого копирования и вставки Ctrl-C, Ctrl-V можно переместить. Теперь я выделяю все, весь текст. Ну и можно, допустим, сделать выравнивание по ширине, чтобы текст становился красивее. Также с помощью кнопок быстрого форматирования можно изменять текст, изменять шрифт, формат. Например, можно выделить вступление с жирным шрифтом или выделить подзаголовок с помощью таких вот стилей заголовков. Кстати, я вам советую использовать стили заголовков. Они имеют хорошее влияние при выдаче в поисковых системах. Это вам нужен сразу совет на продвижение вашего сайта в поисковых системах. Использование заголовков заголовок 3 и заголовок 2 повышает значение тех фраз, которые вы выделяете в эти заголовки. Но никогда в тексте не используйте заголовок 1. Заголовок 1 применяется только для названия статьи, когда уже будет готова страница. Только название статьи должно быть выделено как заголовок 1. Или, если говорить на языке HTML, это будет тег h1. Ну а подзаголовки можно выделить, например, такими стилями, как заголовок 3. Ну и выделим еще один подзаголовок. Постепенно редактируя, например, вот видим, что здесь есть список, можно вставить список. Например, маркированный список. Ну и таким образом, редактируя статью, мы можем придать ей более красивый и наглядный вид. Какие еще мы видим здесь панели или поля для ввода? Сразу бросается в глаза поле alias, которое находится рядом с полем заголовок. А если не заполнять его, то alias создается автоматически. Что такое alias? Это фраза, которая будет выводиться в строке адреса, когда будет открываться данная статья на сайте. Также необходимо выбрать категорию. Пока что категории мы не создавали. Есть только категория, которая называется по-английски без категорий. Можно задать также метки. Метки это такие краткие фразы или слова, которые описывают содержимое статьи. И потом могут использоваться для поиска по сайту. Другими словами, это теги. Так часто называют в других системах эти фразы. Можем задать, например, теги тема и нажать кнопку Enter. И также движок. Если мы нажмем «Да» в меню «Избранные», то наша статья будет выводиться на главной странице сайта. «Доступ в паблик» означает, что все могут читать эту статью. Если вы хотите, чтобы только зарегистрированные пользователи могли читать статью, то можно выбрать пункт «Registered». Также можно выбрать, чтобы только специальные пользователи могли прочесть эту статью. Например, те, кому вы предоставляете доступ на свой сайт за определенную плату. Но у нас такой цели нет, поэтому мы ставим «Публичный доступ», «Язык все». Ну и что еще можно отметить в этих меню. Следующая вкладка после материала. Есть вкладка «Параметры публикации». Здесь очень много разных параметров. Но основные, которые стоит помнить всегда, это «Metatec Description». Именно это тег «Keywords». Это два тега, которые учитывают поисковые системы при ранжировании или при определении, на каком месте поисковой выдачи будет ваш сайт. Можно использовать ту же самую фразу, что и в заголовке, для того, чтобы заполнить описание Description и Keywords ключевые слова. Ну а также можно дописать сюда другие фразы, которые, по вашему мнению, описывают вашу статью с лучшей стороны. Но помните, что тег «Заголовок» или «Title» имеет большее значение, чем «Teg Description» или «Keywords». Следующая вкладка «Изображения и ссылки». Здесь можно выбрать изображения для того, чтобы эти изображения вместе с вашими вступительными словами материала отображались в определенных форматах вывода ваших статей. Мы еще коснемся этого, что в Joomlai есть разные форматы вывода статей. Эта тема будет обсуждаться, когда будем рассматривать меню и создание меню для сайта. Также здесь можно указывать внешние ссылки, возможно, источники для ваших статей. Следующий пункт «Параметры отображения материала». Здесь можно настроить, как будет отображаться материал. Ну давайте мы сейчас сохраним материал и увидим, как он выглядит. Ну и также увидим, что можно поменять в этих настройках. Если говорить о следующих вкладках, то они не такие важные. Параметры редактирования, например, показывают такие настройки, например, показывать параметры публикации, показывать параметры материала, изображение и ссылки, панель управления. Ну, это параметры, которые, возможно, понадобятся, если вы будете давать доступ для пользователей вашего сайта, самим создавать статьи и сохранять их на сайте. Ну и также вкладка «Права доступа к материалу» аналогична. Она может настраивать, какие группы пользователей могут иметь доступ к этому материалу или к этой статье. Давайте сохраним статью, которую мы сделали. Еще один очень важный момент, который вам нужно запомнить. В Joomla он играет очень важное значение. Когда вы написали статью, необходимо вставить такую кнопку, которая называется «Подробнее». Это позволит сделать очень красивый вывод. На определенных страницах, например, на главной странице, будет выводиться не вся статья, а только тот материал, который находится перед кнопкой «Подробнее». Как это сделать? Например, я хочу вывести только первый абзац статьи на главной странице, ну или в списке статей, которые будут в моем блоге. Для этого я ставлю курсор в конце абзаца и нажимаю кнопку «Подробнее». Появляется такая линия, которая показывает, что здесь будет обрываться вступление и только первая часть до этой линии будет показываться, когда мы будем видеть в формате блога список статей или будем просматривать главную страницу со списком новых статей, например. Теперь сохраняем статью. Для этого необходимо нажать кнопку «Сохранить» в левом верхнем углу экрана. Если мы нажмем кнопку «Сохранить», то материал сохранится и снова появится окно для того, чтобы его редактировать. Если мы нажмем «Сохранить» и «Закрыть», то материал сохранится и мы вернемся в менеджер материала. Если мы нажмем кнопку «Сохранить» и «Создать», то этот материал сохранится и появится меню или экран «Создание новой статьи». Давайте нажмем кнопку «Сохранить». Итак, материал успешно сохранен. Давайте посмотрим, как выглядит теперь наш сайт с новым материалом. Нажмем на кнопку «Предпросмотра». Видим, что появился новый элемент на странице нашего сайта. Это статья «Какой движок выбрать для сайта?». Давайте зайдем в эту статью. Видите, что тут не только сама статья, которую мы написали, отформатировали, но есть и другие элементы. Например, есть такие строки, как «Автор», «Категория», «Опубликовано», «Просмотров» и помните метки, которые мы писали. Также есть такая кнопка справа, которая должна выводить дополнительные функции, но она не выводит их. Значит, что-то не так. Возвращаемся в настройки. Как раз говорил я вам о параметрах отображения материала. И вот здесь можно изменять. Например, показывать автора. Можно скрыть автора. Дата создания. Можно скрыть дату создания. Также показывались количество просмотров. Можно тоже скрыть. Категория. Можно скрыть. Но это мое личное желание. Скрывать эту информацию. Вы сами можете решать, как оформлять свой сайт. Показывать метки тоже я не хочу их показывать. Давайте сохраним теперь в таком состоянии настроек нашей статью. И обновим страницу статьи. Вы видите, что часть исчезла. Данных осталось только опубликовано. Ну и название сайта. Таким образом, изменяя настройки публикации материала, можно изменять, что будет выводиться вместе с материалом. Как вставить картинку? Ведь без картинок сайты не особо привлекают внимание. И приятнее читать, когда есть иллюстрации, есть интересные картинки. Давайте и мы вставим нашу статью картинку. Ведь это очень важный элемент статьи. Итак, я хочу вставить картинку в самом верху статьи. Для этого я поставлю курсор в самое начало. Нажимаю клавишу Enter, чтобы перевести на следующую строку текст. Теперь вставлю курсор в свободном месте. И внизу экрана есть кнопка изображения. Здесь есть стандартные изображения Joomla. Например, если я зайду в папку SampleData. Так, RootShop. То здесь разные рисунки с яблоками, бананами. Так, но они мне не подходят. Мне нужна моя картинка, которая заготовлена мной для этого выпуска, для этой статьи. Возвращаемся вверх, вверх. И я хочу загрузить свою картинку. Для этого я опускаюсь ниже. Нахожу надпись загрузить файл. Нажимаю кнопку выбрать файлы. Теперь на своем компьютере нахожу файл, который я хочу загрузить. Вот он. Кнопка открыть. И загрузить. И вот эта картинка. Нажимаю теперь на нее. И вверху кнопка вставить. И вот картинка в нашей статье. Нажав на картинку, я могу изменить ее размер. Зажав в углу картинки мышкой, могу так вот перетягивать, изменять размер картинки. Ну и хочу, чтобы картинка была посередине экрана. Для этого нажму кнопку по центру. Сохраняю статью. Переходим на сайт. Посмотрим, как теперь выглядит статья. Вот отлично. Давайте посмотрим, как теперь главная страница сайта выглядит. Пока что не очень привлекательно. Но мы это исправим с вами со временем. А сейчас рекомендация для тех, кто хочет сделать работу с изображениями на своем сайте действительно удобной. Для этого нам понадобится FTP-клиент. Мы уже говорили о том, как использовать его и как подключиться по FTP-клиенту к серверу на Joomla в прошлом уроке. Итак, давайте откроем. FTP-клиент. Я уже говорил, что я использую программу FileZilla. Мы подключились к сайту. Ну и видим перед нами папки Joomla. Находим папку Images, где хранятся фотографии. И теперь перед нами папки с фотографиями и сами картинки. Нажав правой кнопкой мыши, мы просто можем создать каталог, который назовем, как нам удобно. И храня изображение в каталогах, создавая подкаталоги, таким образом мы делаем очень удобную такую структуру. и всегда сможем найти необходимые нам картинки. Кстати говоря, тоже лично для меня удобнее загружать фотографии и картинки на сайт через FTP-клиент. Просто перетягиваю картинку в папку, которую я хочу загрузить в картинку. А затем, нажимая на сайте кнопку изображения, я нахожу папку, который создал, куда загрузил картинки и просто вставляю эту картинку к себе в статью. Надеюсь, этот совет был вам полезен. Что ж, продолжим дальше. Со временем. Скажу вам сразу, что в статью можно вставить еще очень много чего. Можно вставить видео с YouTube. Об этом поговорим позже. В разделе о плагинах. Также можно вставить фотогалерею, используя специальный компонент фотогалереи. Можно вставлять различные модули, самый разный код. Как это делать, будет рассказываться в следующих выпусках. Сегодня мы рассматриваем с вами основы. То, что необходимо знать основные правила для создания материалов на джумле. То, что необходимо знать основные правила для создания материалов на джумле. Давайте теперь рассмотрим еще один очень важный момент. это разделы и категории. Как создать категорию в джумле? Давайте сохраним и закроем этот материал. И теперь в менеджере материалов мы находимся. Видим, что уже он не пустой, уже есть одна статья. Кстати, здесь есть галочки или кнопочки быстрого доступа. например, нажав на галочки можно снять статью с публикации не удаляя ее, а просто снять ее с публикации. Тогда она не будет показываться на сайте. Выбрана также звездочка. Это означает, что статья добавлена в избранные. Можно добавить ее на страницу избранные, например, на главную страницу. Видим здесь сколько просмотров уже. Уже три просмотра статьи. Тут, кстати, в этом менеджере материалов удобно просматривать статьи, работать с ними. Можно сортировать по количеству просмотров, по дате. Есть для этого различные фильтры. Ну и также поле поиска. Есть в левом меню такой раздел категории. Здесь находится список категорий. Мы можем создать свою категорию, потому что сейчас создана только категория такая по умолчанию, но называется без категории. В нее пока что записываются все наши новые статьи. Ну давайте создадим категорию. Очень похожий вид имеет меню создания категории. Назовем категорию видео курс SSR. Здесь можно задать описание категории. Также выбрать родителя. Это очень интересный момент, потому что вы можете создавать много категорий и одни категории будут входить в другие. То есть будут являться подкатегориями. Например вы хотите сделать такую категорию которая будет называться статьи. Внутри нее вы можете разместить дочерние категории которыми она будет родителям. Какие например вы хотите разместить такие статьи. Статьи о спорте, статьи о работе, статьи о здоровье и для них родителям будет категория статьи. Может быть другая категория будет видео или программы в зависимости того, что вам интересно и какой сайт вы будете делать. Таким же образом как и в статьях материалах здесь есть метки есть состояние опубликовано не опубликовано также есть мета теги есть права доступа ну и параметры можно выбрать изображение для категории давайте сохраним категорию ну и теперь последний шаг наш это добавить наш материал который мы создали в эту категорию видеокурс СССР давайте нажмем кнопку которая является названием материала и теперь справа есть попадающий список выбора категории вот уже наша созданная категория тут есть выбираем ее и нажмем кнопочку сохранить таким образом мы сегодня создали с вами первую статью для нашего сайта если вы делаете сайт вместе со мной то повторяйте эти действия и создавайте для своего сайта новые статьи к следующему выпуску я постараюсь добавить несколько статей на сайт чтобы было удобнее работать с сайтом уже лучше его оформлять чтобы не одна статья была на сайте но было хотя бы 10 статей которые создавали бы такую же видимость готового сайта и мы могли его хорошенько настроить отладить и подготовить к работе спасибо вам за внимание друзья подписывайтесь на канал чтобы не пропускать следующие выпуски проекта СССР создавайте сайт вместе со мной вы увидите что создать сайт своими руками довольно просто с вами был Роман пока сайт сайт сайт